Слава Господу, братья и сестры! Всех приветствую! Сегодня воскресный день, благословенный день. Мы собрались для того, чтобы слышать, для того, чтобы молиться, для того, чтобы прославлять Господа, приближаться к Нему. Пусть Бог благословит нас. Я поделюсь Словом Божьим. Прочитаю для начала два места Писания. Первое место это записано, второе послание Коринфянам, 7 главы, 10 стиха. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Второе место это записано, Экклезиаста, 3 глава, 4 стих. «Время плакать и время смеяться, время сетовать и время плясать». Таких два места Писания. Хотел бы вместе с вами поразмышлять. Экклезиаст, он пишет, что всему свое время. И он там много-много перечисляет. И говорит, что время плакать и время смеяться. Я хотел бы поговорить вместе с вами о печали. Может, мы редко слышим на такую тему, может, мы никогда и не слышали. Но знаете, Библия, она дает ответы на все вопросы в нашей жизни. И я прочитал места Писания. И вы знаете, что, живя на этой земле, мы хотим этого или не хотим. Но бывает, в нашу жизнь приходит какая-то печаль. Приходит печаль. Я желаю всем нам, чтобы она никогда не приходила, чтобы, как Слово Божие говорит, чтобы мы всегда радовались. И мы должны всегда радоваться, что имена наши, они записаны в книге жизни. Невзирая ни на что, чтобы наша вера, надежда на нашего Господа, она была тверда во все времена или периоды нашей жизни. Но все-таки бывают такие моменты, когда приходят какие-то переживания, приходит какая-то печаль по разным причинам. И, во-первых, нужно определить, по какой причине, почему человек, он печалится. Однажды Бог, он задал такой вопрос одному человеку. Это записано в Битие, 4 глава, 6 стиха. «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он лечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». «Сказал Господь Каину, почему ты огорчился, и почему поникло лицо твое? Бог знал, почему, Бог знал, какие причины, но Он сказал это слово, чтобы Каин задумался, почему печаль пришла в его жизнь, почему Он огорчен, почему лицо поникло, и проблема там была, там уже был грех, была зависть. Уже работали. Он позавидовал своему брату, что Бог принял жертву, а его жертву не принял. И он нашел крайним брата своего, хотя брат, он не был виноват ни в чем, он просто принес жертву для Господа. И есть причина, первая, почему человек падает в печаль. Как однажды Давид, он сказал, говорит, «Когда я молчал, обветшали кости мои». И в другом месте он молится и говорит, что возврати мне радость спасения. Может, человек печалится за то, что в его жизнь пришел какой-то грех. И от этого человек он мучается, он переживает, он печали, подобно, как здесь говорится, закаянно. Но эта печаль, она не была, я буду дальше говорить, есть одна печаль, оправданная, которая ведет к покаянию. Но это не была та печаль, которая ведет к покаянию. Это было просто из-за зависти. И вы знаете, что печаль, она бывает разная. Бывает, человек чуть-чуть что-то огорчился, потом простил и пошел дальше. А бывает очень большая печаль, большая, может, по причине какого-то горя, по причине каких-то переживаний. Бывает такая скорбь безутешная, жгучая, горькая бывает печаль. И вы знаете, что если есть конкретные причины, то Господь, Он, можно так сказать, Он не говорится нигде в Библии, что это неправильно, что ты печалишься, это грех какой-то. Если есть какие-то причины на это, но мы знаем даже за Иисуса Христа, что Он плакал у гроба Лазаря. Написано, что Христос, Он прослезился. В другом месте Он пишет и говорит, что плачьте с плачущими, плачьте с теми, которые плачут. Но есть всему свое время, я прочитал, что есть всему свое время. И если человек, он долго, он в этой печали остается, если он долго в таком состоянии, может прийти, знаете, такая твердыня, или, как мы сегодня знаем, такие слова, как апатия, депрессия. И кто был в таком состоянии, он понимает, что это очень тяжелое состояние. Это когда душа болит, когда человеку жить не хочется. И вот Господь, Он против такого состояния. Всему свое время оно, знаете, если что-то случается, нужно идти дальше, нужно жить дальше. Нужно верить дальше, служить для Господа дальше. Я прочитаю еще одно место, это записано. Первое царство, 16 главы, с первого стиха. И сказал Господь Самуилу, «Доколь не будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем, наполни рог твой елеем, пойди, я пошлю тебя к Иисею Вифлемлянину, ибо между сыновьями его усмотрел себе царя». Мы знаем эту историю, когда Господь, Он отверг Саула, которого избрал, и Самуил, Он опечалился об этой ситуации, был печали. Но Господь говорит, что «Доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, доколе?» Уже нужно выходить с этого состояния. И я знаю, что у меня были такие моменты, которые печалили меня. И я понял в один момент, что нужно выходить с этой ситуации, оставаться там очень опасно, потому что я прочитал, что печаль мирская, она приводит к смерти. Она приводит к смерти даже физической. Человек, который находится в таком состоянии, в таком переживании, он не выходит с этого состояния, оно может привести его к печальному, могут быть печальные последствия. Единственная такая печаль, о которой Слово Божие говорит, что она приводит человека к покаянию. Еще раз прочитаю это место, которое я начал, только возьму чуть-чуть больше в контексте. С 9 стиха. «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо печалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание по всему вы показали себя чистыми в этом деле. Есть печаль ради Бога, когда человек, он где-то оступился, например, и он печалится о своем состоянии. Это нормально, это печаль ради Бога, что вот я так совершил, так согрешил. И вот эта печаль человека, когда он переживает, когда он кается, когда он приходит к Богу искренне, она приводит его к покаянию. А когда человек, он покаялся, тогда в сердце его Господь дает радость, возвращает радость спасения. Слава нашему Господу! Поэтому это такая печаль, которая производит хорошие плоды. И здесь в контексте я прочитал, что апостол Павел пишет коринфянам, что там мы знаем первое послание, какая была ситуация, и он говорит, что вы опечалились ради Бога. Смотрите, какое произвело у вас усердие, какое извинение, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность. Ревность по Богу, вот эта ситуация произвела, вот эта печаль, что так произошло в церкви, что так произошло, они начали ревновать о чистоте, о святости. И вот эта печаль ради Бога, она производит хорошие плоды. Но печаль мирская, она приводит к смерти. Так Слово Божие пишет. И я так размышлял, как мы можем помочь человеку, который печалится. Конечно, который мы видим, брат или сестра, он в какой-то печали. Можно, если человек, он согласен на разговор, поговорить с человеком. Даже если с кем-то поделишься, уже бывает легче. Просто выговоришься. Но сильно много в этой ситуации, я так думаю, нельзя сделать. Конечно, прежде всего, как верующие люди, мы молимся и просим Слово от Бога. Если Бог дает Слово в эту ситуацию, тогда есть результат. Да, действительно есть результат, потому что это Слово от Бога. Слово от Господа. Мы знаем места Писания, но, знаете, как важно в таких ситуациях просить от Господа Слово, чтобы Господь дал конкретно Слово. Тогда оно работает. Я просто в своей жизни это видел. И также я прочитаю еще, что еще можно сделать. Это как помочь человеку, который находится в печали. Это записано. Второе послание Коринфян. Первая глава. С третьего стиха. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящийся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения. И написано, что Дух Святой, Он есть Дух утешите. Мы много переживаем, живя на земле разных, разные у нас бывают переживания. Или в работе, или в семье, или какая-то болезнь, или какое-то горе пришло. Поэтому нам дан Дух Святой утешитель. Нам дано Слово Божие. Бог написанное есть всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби. И нет такого великого горя, какого мы можем представить, или такой скорби, в которую бы Бог не мог нас утешить. Просто проблема бывает в чем? Я заметил, что в этой ситуации, в трудной ситуации, мы можем закрыть свое сердце от Божьей благодати. Мы можем закрыть свое сердце от Бога. Может прийти какое-то ограничение в сердце человека, верующего человека. И он может допустить такую мысль. А почему в моей жизни такое случилось? А разве я хуже других? Почему вот эта ситуация, она пришла в мою жизнь? Посмотри на других, в других все нормально. Другие таких трудностей не переживают. Но если мы открыты пред Господом, если наше сердце, оно открыто пред Богом, Господь исцеляет такое сердце. Слава нашему Господу! Поэтому так важно идти к Богу, чтобы искать в Него утешение прежде всего. Искать в молитве, искать в Слове Божьем, быть открытым пред Господом, если наше сердце, оно по какой-то причине огорчилось или опечалилось, вернее сказать, опечалилось, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящийся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Бог утешает нас, и вот этим утешением, которым Бог нас утешает, мы можем утешить другого человека. Как это? Я думаю, что когда мы что-то переживали в своей жизни, мы в подобных ситуациях были, мы можем поделиться с братом или сестрой, просто рассказать, как я проходил это, просто встать даже на это место, засвидетельствовать, как Бог провел меня через трудную ситуацию. И вот это свидетельство, оно подкрепляет нас, оно утешает нас. Я не знаю, или вы такое переживали, когда вам было трудно, выходит брат или сестра, или даже мы слышим где-то свидетельства, они нас подкрепляют. Они нас подкрепляют, и бывает человек делится, вот я переживал такую ситуацию, болезнь пришла, например, в жизнь мою, я переживал, мне было трудно, но Господь меня утешил вот этим, вот этим словом, Он утешил через эту и эту ситуацию. И вы знаете, это подкрепляет нашу веру, это утешает и всех нас, и подкрепляет слава нашему Господу. Я хотел бы вместе с вами помолиться за тех людей, кому трудно, кто переживает, кто сейчас находится в печали. Слава Господу, если у нас сегодня все хорошо, слава Богу. Я желаю как себе, так и всем нам, чтобы у нас всегда было все хорошо, чтобы мы никогда, ни по какой причине не печалились, но бывают разные ситуации в жизни людей. И я хотел бы помолиться за тех людей, кому трудно, кто в переживаниях, кто сейчас в этой печали, чтобы Господь, Он подкрепил, чтобы Господь дал силы пройти, пережить любую ситуацию, чтобы Господь дал благодать, и это пройти. И вы знаете, что когда Бог, Он подкрепляет, когда Бог утешает, когда Бог дает благодать, возможно с Богом пройти любое переживание, какое бы оно ни было. Я просто знаю, что с Господом возможно все пройти. Слава нашему Господу. Давайте помолимся. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова